Проще, чем кажется. Пока портал госуслуг перегружен от массового наплыва заявителей и попросту не загружается в Министерстве труда Ингушетии, нашли оптимальное решение. Заявление можно подать легко. Для этого нужно скачать утвержденный бланк на сайте Минтрудри, распечатать, заполнить и просто опустить в урну. Те, кто не смог самостоятельно распечатать заявление, бланки выдают на месте. На месте же можно и их заполнить. Для Тамилы Акталиевой этот способ очень удобен. У нее трое детей. И ежемесячные выплаты будут как нельзя, кстати. Главное условие не забывать о дистанции и мерах предосторожности. Заявление желательно заполнить дома, чтобы не скапливаться у ящика. Самое интересное, бланки будут обработаны под ультрафиолетом, чтобы уж наверняка избежать угрозу распространения инфекции. Остальные документы не требуются. Здесь мы уже пользуемся системой межведомственного электронного документа оборудования. Все остальные сведения на граждан будем запрашивать автоматически. После назначения выплаты, а это 29 срок, требуется для того, чтобы запросить все сведения. Адрес, место жительства, состав семьи, доходы. Это все мы делаем автоматически. Опять же, повторяюсь, от граждан только форма, только заполненное заявление. Правильно заполненное заявление подать в отдел социальной защиты. Ингушетия одна из первых начала принимать заявление на ежемесячные выплаты от 3 до 7 лет, на 2 недели раньше, чем положено. Специальные урны установлены во всех городских и районных отделах соцзащиты. Пособие предоставляется малоимущим семьям, чей среднедушевой доход в месяц не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ингушетии за второй квартал прошлого года. На сегодняшний день это 10 461 рубль на человека. Выплата будет производиться на каждого ребенка, вне зависимости от количества детей в семье. То есть единовременно в июне месяце граждане на каждого такого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно получат по 30 781 рубль и далее до конца года по 5 123 рубля. Выплатить это пособие планировалось в июле, но в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса, президент обязал регионы завершить подготовительные работы на месяц раньше, то есть к 1 июня. Первая выплата будет произведена с 1 июня с учетом права этой выплаты с 1 января. То есть 1 июня граждане, подавшие заявление, получат выплату в сумме 30 783 рубля, то есть по 5 123 рубля за 6 месяцев. Далее с июля месяца до конца года выплата будет ошляться в сумме 5 123 рубля. Самое главное не паниковать. Выплаты успеют получить абсолютно все, поскольку заявление можно подать вплоть до конца текущего года. Зелимхан Калоев, Асхаб Белокиев, Новости 24.